добрый день дорогие друзья приветствовать вас на нашем канале и сегодня по многочисленным не побоюсь этого слова просьбам наших зрителей я хочу рассказать примерные сроки посева цветов которые выращиваем я думаю даже если кто-то не задавал этот вопрос комментариях то все равно если вы занимаетесь выращиванием цветов вам это видео будет полезным поэтому прошу дотерпеть меня до конца этого видео и я сейчас расскажу какими критериями пользуемся именно мы друзья все это относительно условно это не аксиомы поэтому каждый для себя в конкретном случае может немножко это все изменять но в принципе если вы выращиваете цветы и хотите чтобы они зацвели у вас к середине концу апреля то эти сроки вполне подходящий я думаю можете хотя бы частично попробовать выдержать их и уже на следующий год внести какие-то корректировки под себя друзья помогать мне в этом видео будет эта книга которую мы ведем с 2006 года то есть именно в этом блокноте записаны все сроки посева когда мы сеяли когда пикировали также бухгалтерия ну и много чего еще интересного и также в этой книге по годам у нас указаны какие сорта мы покупали семян в каких магазинах интернет-магазинах мы выписывали все это по сортам записано все отслеживалось для того чтобы на следующий год не повторять ошибок потому что бывали случаи даже мы выписывали множество семян в одном интернет-магазине еще давно а потом оказалось что семена или написанные розовые а были синие и вместо тысячи синих у нас затем получалось 5000 синих не знали куда их девать это все очень важно при выращивании в больших объемах вести вот хотя бы приблизительно такую книгу друзья и делать выводы каждый год и сроки мы корректировали бывало такое тоже не сразу мы к этому пришли все методом проб и ошибок поэтому я думаю что приняв во внимание мою информацию возможно кому-то это поможет избежать ошибок и кто-то воспользуется именно нашим опытом итак друзья я расскажу по 2017 году когда и что мы сели какие цветы первый пассив мы произвели 28 декабря 2016 года в этот день была посеяна бегония вечно цветущая огурцы мертус 10 штук для выращивания на подоконнике я показывал на канале видео есть как мы выращивали катарантус был посеян двадцать восьмого декабря вербена частично небольшое количество для более ранних цветов тагетис две ложки но по тагетису я скажу что можно перенести их посев на 10 января зацвели относительно рано поэтому тагетисы я бы но в этом году мы будем сеять ориентировочно 10 января затем газания была посеяна у нас 28 декабря но оценю мы наверное в этом году перенесем на пару недель раньше то есть приблизительно на середину декабря будем сеять оценю потому что не вся успела зацвести именно в сроке реализации когда необходим был уже крупный распустившийся цветок от сами еще была на хорошем крупно бутоне это наш небольшой просчет виола была посеяна тоже 28 декабря ну виола нормально по срокам у нас все получилось все удачно она раскрылась во время и мы как говорится здесь попали в точку по пигоне единственное по вечноцветущий я уточню что 28 декабря это было поздновато я бы советовал сеять пигонию вечноцветущую для того чтобы капрель в апреле у вас уже был пышный куст со множеством соцветий приблизительно 15 декабря на пару неделек раньше от срока который мы сели мы тоже будем смещать сторону уменьшения но опять же имейте ввиду что какая будет зима какую температуру мы сможем выдержать в рассаднике не всегда получалось создавать оптимальную поэтому по холоду естественно растения немножко замедляли свой рост это вот на вот здесь ну растения вы сами понимаете точности здесь соблюсти мы не можем у нас не промышленные условия где мы можем до градуса выдерживать температуру и до процента влажности но и так далее освещение тоже имеет значение все это немножко плавает и на своем опыте каждый год вот мы немножко корректируем следующий пассив у нас был 16 января 16 января мы произвели посев петунии порядка 6000 посев алисума посев лобели посев цинерарий приморской немножко цинерарий мы посеяли некоторую часть петуния 6000 вот из 16 января это тоже небольшая часть от общего объема потому что петунию в один срок сеять если вы выращиваете большое количество я бы не советовал она может если вовремя ее не продали то она может перерасти придется потом манипулировать ножницами на дней это задерживает последующие ну а провозили все равно большое время поэтому частично все рассчитываем сколько мы сможем реализовать ранней продукции ну примерно середина апреля мы начинаем торговать и остальные уже на попозже потому что самый пик продаж проходит приходится на середину мая когда уже действительно минула угроза возвратных заморозков травка зазеленела полным ходом у людей настроение поднялось и конечно же люди более охотно приобретают цветы и с этим расчетом необходимо производить свои посевы в один срок все сеять категорически нельзя это уже проверено единственное что 16 января вот алисума я бы советовал сеять не очень много основную массу перенести на попозже число на 25 января почему потому что алисум но он тоже склонен к перерастанию и тогда теряется декоративность растений и нам приходилось в этом году кто смотрит наш канал с прошлого года вместе с нами занимался выращиванием прошлой зимой то вы могли видеть что частично марису алисум тоже укорачивали проводили обрезку такую небольшую реанимацию было все хорошо потом он восстановился еще пуще прежнего зацвел но время было немножко упущено вот 16 же января мы затопили свой рассадник то есть до 16 января все что мы сели в конце декабря ребята мы выращивали в доме мини теплички все это подсвечивали тоже на канале видео нашем есть как бы как я это делал все вот но я думаю что в этом году мы еще раз с вами повторим какие-то нюансы я все равно упустил прошлом году опыта поведению канала было очень мало катастрофически мало что-то мог сказать не так какие-то уточнения все равно в этом году будут поэтому предлагаю вам повторить со мной еще один сезон вместе и набраться немножко опыта побольше это я имею ввиду наших зрителей которые начинают заниматься вращиванием цветов конечно опытные цветоводы возможно что-то и чему-то и я могу у них поучиться ну думаю по обмену опытом даже с опытными цветоводами ну как бы тоже думаю зрителям кто обладает уже большим опытом поворачиваем тоже будет интересно все равно какие то есть нюансы есть у нас свои нюансы есть друзья и у вас свои нюансы я это знаю точно и вы со мной я думаю согласитесь и так 17 января был произведен посел львиного зева львиный зев достаточно быстро растущие растения поэтому как бы раньше 17 января смысла большого его сеть нет иначе он перерастает а как вы знаете львиный зев цветет волнообразно и затем если он раньше срока у вас отцвел то потом когда наступает тепло и казалось бы полным ходом можно его выпускать в реализацию а он стоит не цветущий и мы ждем следующую волну это теряется время и конечно же немножко все затягивается так основную массу петунии мы посеяли 26 января то есть через десять дней после первых шести тысяч мы посеяли основную массу петунии и посеяли сальвию 26 января сальвию я считаю тоже рано сети не стоит относительно быстро растущие растения и зацветает она как раз вот во второй половине апреля май это самое хорошее время для посадки этих красивых цветов ну по пикировка мог бы сказать еще что мы когда пикировали 17 января мы распикировали гвоздику диану которую посеяли мы 28 декабря но повоздики тоже хочу сказать можно перенести ее на пару недель раньше посел потому что зацвела у нас поздновато поэтому если вам интересно мое мнение то я скажу вазику мы будем сеять приблизительно ну 20 декабря вот так не 28 20 в этом году немножко сместим сроки посева 1 февраля мы провели пикировку виолы пикировку катарантуса пикировку вербены и гацани 1 февраля и 2 февраля мы провели посев еще питунью досеяли третий так сказать поток досеяли сальвию сальвию мы тоже в два потока 7 досеяли цинерарию колиус и гейхеру друзья ну вот собственно вкратце я хотел вам рассказать сроки основных видов цветов которые мы выращиваем сроки их посева и выращивания затем в рассаднике еще хочу сказать в конце видео что скоро но буквально сегодня я получу посыл с семенами цветов из интерфлоры и будет у меня еще одна посылка с семенами петуни основная масса петуни я постараюсь тоже сделать обзор и думаю будет вам интересно какие сорта какие виды петуни мы выращиваем но и кроме петуни там еще будут некоторые виды цветов так что оставайтесь с нами спасибо всем кто досмотрел это видео до конца думаю многим из вас она была полезна кому видео было полезным понравилось ставьте лайки всего доброго до свидания до новых встреч